Добрый день, всем добрый день. Сразу хочется говорить, что этот доклад будет немножко такой необычный доклад о спарке, то есть обычно рассказывают очень много про спар, как он крутой, показывают код на скале. У меня немножко другая цель. Во-первых, я все-таки поговорю о том, что такое спарк, зачем он нужен, но основная цель показать вам, что вы как java-девелоперы можете прекрасно им пользоваться. И мы в процессе этого доклада развеем очень много мифов, которые ходят о спарке. Поднимите, кстати, руку, кто работает сегодня на спарке. Очень мало людей. А поднимите руку, кто слышал такое слово. Все слышали. А поднимите руку, кто не просто слышал, а понимает вообще, о чем идет речь. О, неплохо. Прекрасно. Так, ребят, два слова о себе. Я был java-программистом с 2001 года, с 2003 годом стал преподавать, параллельно консультациями стал заниматься с 2008, с 2009 года занимался архитектурой разных проектов, стартап свой открыл в 2014. И с 2015 года я являюсь техлидом по бигдате в компании Naya, которая внедряет бигдату везде, где только может. У нас огромное количество клиентов, которые хотят, чтобы мы им помогли, и у нас практически нет людей, которые разбираются в технологиях, поэтому мы постоянно ищем работников. Да. Окей. Значит, о чем мы с вами поговорим? Какие мифы хочется опровергнуть? Во-первых, есть концептуальные мифы. Например, что Spark – это какая-то хрень для дупа. Вот многие слышали, что Spark, а дуп – это как-то вместе. Вот поговорим о том, так ли это. Следующее – это о том, что Spark… Ну, все, наверное, слышали, что Spark можно писать не только на скале, но правильно это делать на скале, потому что нативный API и так далее. Мы поговорим, насколько правильно ли эта фраза является мифом. Следующее – это мы поговорим о том… Ну, вы знаете, что я очень люблю Spring, и везде пилю бин-пост-процессор, где только можно. Вот можно ли здесь тоже пили бин-пост-процессоры, чтобы они реально приносили какую-то пользу и работать с… Поговорим об этом. И… Однозначно. Поговорим о том, что там происходит с тестированием Spark, то есть поскольку Spark – Big Data, вообще не очень понятно, как тестировать. И опять же, ходит такой миф, что там хрен вообще напишешь тесты, если напишешь, то это совершенно будет не так выглядеть, как мы привыкли. Есть технические мифы, но это для людей, которые со Spark работают или все-таки его так более-менее знают. Там по поводу Broadcast ходит миф, что в определенных случаях его обязательно использовать, иначе все грохнется. Мы поговорим о том, что так ли это или нет. И про DataFrame. Это такая достаточно последняя фишка, которая вышла в Spark, где-то примерно чуть больше, чем полгода назад. Может, даже еще чуть больше, чем полгода назад. Говорят, что DataFrame можно только использовать для файлов, у которых есть схема, а мы поговорим о том, можно ли использовать их вообще всегда. И самый главный миф – это про группу Pink Floyd. Ходит такой миф, что Pink Floyd пишет очень умные тексты, совсем не такие, как там Бритни Спирс и Кэти Перри. И мы сегодня напишем с вами предложение на Spark, которое поможет нам проверить, проанализировать тексты всех этих групп. И в конечном итоге сказать, есть у них похожие слова, нет у них похожие слова. И попробуем доказать, что Pink Floyd пишет такую же хрень, как и обычные группы, которые пишут по псу. Но посмотрим, что из этих мифов получится опровергнуть. Начинаем с мифа первого про Spark и Adobe. Во-первых, что мы вообще знаем про Adobe? Поднимите руку, кто знает, что такое Adobe, и понимает более-менее, что, зачем, почему. Вот, есть у нас вот такой человек, который… Причем это тот же человек, он выступает завтра. Вот, Егор Бугаенко в подкасте выпуск, по-моему, 106… 105, 105, да-да. Сказал, что говно ваш Adobe, и люди, которые пытаются научиться, как правильно и красиво писать коды, смотрят на API Adobe, в конечном итоге засирают всю планету, ну вот как это было на этой картинке. Так вот, давайте два слова про Adobe. Adobe по большому счету является просто хранилищем информации, это распределенная файловая система, и плюс к нему прилагается определенный набор инструментов и определенный API, да, и при помощи которого можно эту информацию процессить. И правильнее говоря, в контексте со Spark, правильнее сказать, что это не Spark нуждается в Adobe, а это Adobe нуждается в Spark, потому что ту информацию, которую можно хранить в Adobe и процессить при помощи его инструментов, не получается процессить достаточно быстро, а при помощи Spark это можно делать очень быстро. Но вопрос, нуждается ли Spark в Adobe для того, чтобы работать. Вот вам определение Spark. Вот вы здесь где-то слово Adobe видите? Вот нигде здесь нет слова Adobe. Тут рассказывают про модули Spark, есть Spark Core, это определенный API, который дает вам возможность процессить ваши данные, есть Spark SQL, который дает возможность писать синтекс такой SQL подобный для людей, которые как бы с SQL хорошо знакомы, мы про это отдельно поговорим, хорошо это или плохо. Есть там модульный machine learning, есть стриминг для того, чтобы можно было засовывать информацию при помощи Spark или слушать там какую-нибудь кавку или еще какие-нибудь вещи, но здесь нигде нету слова Adobe. Поэтому давайте немножко поговорим просто про Spark. Значит, идея зародилась в университете Беркли где-то примерно в 2009 году. Первый релиз Spark вышел не так давно, в 2012. Сегодня мы находимся на версии 1.6.1, она вышла буквально 4 дня назад. А Spark 1.6 вышел в январе 2016. И достаточно скоро выйдет Spark 2, где обещают там почистить API и добавить еще очень много новых полезных вещей. Написан сам Spark на скале, что в принципе объясняет вот этот миф, что и сам использовать как бы Spark лучше при помощи скалы, потому что получается нативный API. Но API существует также для скалы, для питона, для джавы, для джавы 8 отдельный есть и для R. Писать Spark можно в IntelliJ, что буду делать я сегодня в процессе доклада. Можно использовать Eclipse, кто очень хочет. И есть еще специальные такие для Spark уже готовые штуки, например, Spark Shell, который очень часто идет с определенными версиями Адупа, где вы прямо как бы вживую пишете какие-то Spark команды и сразу получаете моментальный результат. И очень похожая вещь называется Notebooks, который похожий на Spark Shell, только там еще можно сохранять там то, что вы написали, чтобы потом это реюзить. Про AR поговорить? А, ну это да, это для статистики, это для всяких разных математиков. Для них тоже запилили API на Spark, потому что они тоже занимаются обработкой большой количества информации, и Spark важен. Запускать Spark можно, ну Spark Shell и ноутбуки, там идет встроенный как бы возможность прямо там его и запускать. Можно при помощи команды Spark Submit запустить Spark приложение на кластер. Можно запускать это как обычный Java процесс, то есть там Java минус JAR и сказать, как называется ваш main, где написан ваш код. А если мы хотим запускать на кластере, нам обязательно нужно, чтобы у нас был кластер менеджер. То есть можно, как мы сегодня будем делать в процессе доклада, с кластера я с собой не принес, и поэтому запускать мы будем локально. Для тех задач, которые мы хотим сегодня решить, локальной машины достаточно. Но если я хотел бы запускать на кластере, то мне понадобился бы кластер менеджер. Это единственное, что нужно Spark. И поэтому вот и создается часто иллюзия, что без Адупа никак, потому что в Адупе есть такая штука, которая называется YARN, которая встроена в него, и она является кластер менеджером, и можно как бы использовать его для того, чтобы Job и Spark распределялись по всему кластеру. Но есть еще альтернативный вариант Mesos, который тоже является кластером менеджером и не имеет никакого отношения к Адупу. Он существует достаточно давно, и буквально на прошлой неделе они получили 70 миллионов долларов, что говорит о том, что эта технология очень круто развивается, и в принципе, кто очень не любит Адуп, как Егор, может прекрасно запускать Job и Spark на кластере без YARN и без Адупа абсолютно. Это вам пример, просто чтобы вы немножко поняли, как работает Spark на кластере. Давайте поговорим, буквально два слова скажу про Data Locality. Значит, в чем идея обработки данных, которая является Big Data, которая находится не на одной машине, а данной, которая находится на большом количестве машин. Когда мы пишем какой-то код, который, например, работает с GDC или, не дай бог, с ORM, фактически что происходит? Есть машина, которая запускает Java процесс, и когда в этом Java процессе бежит код, который обращается к базе данных, то все данные вычитываются из базы данных и перегоняются туда, где работает этот Java процесс. Когда мы говорим про Big Data, это сделать невозможно, потому что даты слишком много, и это неэффективно, и у нас образуется горлышко бутылки. Кроме того, дата и так уже распределенная и изначально находится на большом количестве машин, и поэтому правильнее не дату тянуть к Java процессу, а правильнее код распределять на те машины, на которых мы хотим эту дату обрабатывать. И, соответственно, это происходит параллельно. На многих машинах мы задействуем неограниченное количество ресурсов, и вот здесь нам нужен кластер-менеджер, который будет координировать все эти процессы. Вот на этой картинке вы увидите, как в принципе все это работает в мире Spark. То есть у нас вот есть, что называется, драйвер, то есть это наш main, который запускается. Он запускается на какой-то машине отдельной, никакой кластер отношения не имеющей. И когда мы запускаем какие-то, ну как бы когда мы сабмитим наше Spark-приложение, то мы обращаемся к Ярну, который является ресурс-менеджер. Мы ему говорим, сколько воркеров мы хотим под наш Java процесс, Spark-приложение использовать. Например, мы сказали три. Он выбирает из кластерных машин одну машину, которая будет называться Application Master. Говорит, значит, так, ты отвечаешь за вот этот вот код, он должен сейчас выполняться на трех машинах. Найди эти три машины. Находятся три машины, поднимаются три отдельных Java процесса, три экзекьютора. Там запускается, значит, наш код. И потом это все обратно обращается в Application Master. И в конечном итоге он возвращает это напрямую на драйвер, если мы хотим там результат наших операций над BigData получить обратно, как бы туда, откуда код вышел. Вот это в двух словах. Это как бы напрямую не связано с тем, о чем я сегодня буду говорить. Просто чтобы вы немножко понимали, как вот Spark фактически работает, почему у него такая крутая производительность, почему мы не ограничены в ресурсах, ну только если как бы единственное, что денежные. Сколько мы можем позволить себе машин, сколько памяти мы можем позволить использовать и так далее, и так далее. Это все, в принципе, немножко похоже на классический MapReduce API, который был в Adobe, с той только разницей, что когда этот API писался, машины были недостаточно сильные, промежуточные результаты данных можно было хранить только на диске, потому что в оперативной памяти не было достаточно места, и поэтому это все работало все равно достаточно медленно. Как пример могу сказать, что мы недавно переписали код, который был написан на старом MapReduce, и он бежал в районе двух с половиной часов, сейчас он работает полторы минуты на Spark, потому что Spark хранит все в оперативной памяти. Намного-намного быстрее получается. Вот. И очень важно понимать, когда вы пишете код, что часть кода будет исполняться на кластеры, а часть кода будет исполняться на драйвере. И люди, которые это не понимают, очень часто у них случаются всякие там типа out of memory и так далее, так далее. Мы про это поговорим. Я покажу пример этих ошибок. Это, поднимите руку, кто слышал термин RDD. Вот. Многие люди знают, что такое RDD, но не все. Значит, RDD – это, в принципе, основной компонент, на котором работает весь Spark. Расшифровывается это как Resilient Distributed Dataset. Давайте начнем с термина Dataset. Что такое Dataset? Это просто хранилище информации, как типа такой коллекшн. У него API очень-очень похож на стримы. То есть точно так же, как стрим, по сути, как бы является не хранилищем данных, но он является неким объектом, при помощи которого мы можем всякие функции на эти данные запускать. Здесь аналог этого – это RDD. Только в отличие от стрима, он изначально Distributed. Он находится не на одной машине, этот RDD, а на том количестве машин, которые мы при запуске Spark сказали, что можно использовать. И Resilient говорит о том, что его хрен убьешь. Потому что если какая-то машина в процессе обработки данных что-то там случилось, вырубили свет, то Cluster Manager сможет вместо этого поднять другую машину, передеплоить туда этот Java процесс, и этот RDD восстановится, мы даже этого не почувствуем. Откуда можно получить RDD? Во-первых, самый распространенный вариант – это из файлов. То есть я могу из какого-то файла создать RDD. Точно так же, как для стримов нужен источник данных, точно так же здесь источником данных может являться файл или директория, в которой есть файлы какого-то типа. Можно создать из памяти, из какого-то коллекшена или листа. Это чаще всего используется для тестов. Барокот пополз. Ты мне решил? Ну, спасибо. То есть, например, написал я какой-то класс, какой-то сервис, который принимает на вход RDD с какими-то начальными данными и на выходе отдает RDD уже с обработанными данными. И когда я это буду делать, тестировать, я не хочу реально с диска читать какие-то данные. Мне захочется просто как бы в тесте создать какой-то коллекшен, и вот у меня есть возможность превратить этот коллекшен в RDD, и дальше уже тестировать свой сервис, который RDD принимает, и RDD возвращает. Мы такое будем делать скоро. И третий вариант, откуда можно взять RDD, это из другого RDD, точно так же, как стримы. То есть большинство методов стримов возвращает вам стрим обратно. То есть он иммьютабл, все очень-очень похоже. Поднимите руку, кто с Java 8 сегодня работает. Ну, значит, вам будет достаточно понятно, особенно если вы стримы API используете. Вот. Это будет завтра, да. Вот вам пример, несколько примеров, как мы создаем RDD. Мы чуть позже поговорим, что такое SC. Это такой стартовый объект спарка. Вот здесь я, значит, говорю, ну-ка создай-ка мне RDD из текстового файла, который вот лежит в локальной моей какой-то директории. Видите, никакого отношения к АДУПу нет. Здесь я говорю, вот опять же, создай текстовый файл, даю реляционный путь. Здесь я говорю, создай текстовый файл с АДУПа. Вот тут я беру файл, который находится в АДУПе. Он на самом деле разбит на куски, но все это соберется в один RDD, и эти RDD опять же будут находиться на тех машинах, такие разные вайлкарды, типа сказать, возьми всю директорию data или возьми только текстовый файл в директории data. Из этого всего строится RDD. Что в этом RDD будет? Видите, здесь написано RDD стрингов. Ну, как понятно, что в текстовом файле есть стринги. Вопрос это стринги какие? Это строчки. Причем неважно, сказал я ему, создай RDD из файла. Если из файла, то это будут строчки этого файла. Если я дал директорию, то это будут все равно строчки всех файлов этой директории. Окей? Так создается RDD из памяти. То есть у вас есть метод Parallelize, который принимает лист и, соответственно, превращает его в RDD. И теперь мы подходим к вопросу, что такое вот этот C, который мы постоянно использовали для получения RDD. Это, по сути, объект, если мы работаем со скалой, он называется Spark Context. В мире Java API он называется Java Spark Context. И это как бы такая основная точка, с которой мы начинаем писать какой-то код, который уже связан с парком, потому что оттуда мы получаем эти RDD. Вот вам пример, как конфигурируется объект Spark Context на Java. Почти на Java. Нет, тут точки с пятой. Это пример Java. Значит, создается сначала объект Spark конфигурации. Он настраивается. То есть тут вы говорите, как называется приложение, которое вы запускаете. Здесь вы говорите, мы работаем локально или мы работаем не локально. Вот звездочка говорит, сколько фредов можно использовать. Звездочка говорит, сколько найдешь, столько используй. Могу сказать 1, 2 и так далее. И потом я создаю Java Spark Context и передаю сюда конфигурацию. Тут возникает первый вопрос. То есть когда я вот начал где-то там чуть больше, чем полгода назад заниматься Spark, у меня возник вопрос, а собственно, а как же я разделю? Потому что если я Spark Context создаю вот таким вот образом и передаю ему сюда вот эту конфигурацию, то это не будет работать на кластере. Соответственно, мне надо разделить. Мне надо, чтобы на кластере у меня здесь вообще ничего не было написано, потому что в момент запуска Spark процесса можно сказать, сколько надо использовать машин, кто у нас мастер, кто у нас кластер-менеджер и так далее. И я не хочу, чтобы эта конфигурация здесь была. Я хочу только оставить там вот application name. И тут приходит на помощь Spring. Мы делаем два бина. Один у нас под профилем production, который, как вы видите, не говорит вообще, никакую информацию не передает по поводу того, кто у нас мастер, сколько машин и так далее. А есть бин, который будет под профилем local работать. И здесь я эту информацию передаю. То есть можно сразу легко разделить. И для тестов, соответственно, будет один бин работать, Spark контекста, а для production будет другой. Это знакомо вам выглядит. Это те функции, которые есть у RDD. Они очень похожи на функции стримов. Тоже все immutable, тоже все возвращает обратно RDD. Значит, map, flat map, filter. Ну там есть всякие разные нюансы, сейчас мы в них входить не будем. Distinct там, да. И есть экшены. То есть в мире стримов вот это называлось intermediate operations, тут называется это transformations. И в мире стримов вот это называлось, как там, terminal operations, да. А здесь это называется actions. Экшены есть двух видов. Есть экшены, которые возвращают, кстати, как определить, что экшен, а что transformation, точно так же, как в стримах. Если вы видите, что RDD метод возвращает RDD, это transformation. Если нет, значит это экшен. Все. Вот разница. И экшены есть двух видов. Есть экшены, которые что-то возвращают обратно на драйвер. Вот это очень важно подчеркнуть. Это уже не на кластере будет. Ответ вернется на драйвер. Например, reduce принимает функцию, как надо собрать все данные и в конечном итоге вернется один ответ. Или можно сделать collect, который вернет, там можно сказать, collect 10, и он вернет там 10 ответов. И так далее. Есть метод first, который вернет там один результат. Можно запустить count, и он нам посчитает, сколько есть в этом RDD элементов. И так далее, и так далее. А можно сделать, сохранить. То есть я, например, обработал данные, и я не хочу их обратно на драйвер получить, я их хочу сохранить обратно в тот же самый Adobe или еще в какой-то storage. У меня для этого есть метод saveTextFile, который принимает куда, и данные сохранятся. Это тоже экшен. Как оно все работает? Сейчас опять же будет похожий слайд на стримы, но там будет один очень маленький, но важный нюанс. Значит, у нас есть какая-то дата, которая находится там, ну опять же, допустим, в S3 storage. Я при помощи Spark Context создал свой первый RDD, создал RDD 1. Потом на него я делаю всякие разные трансформации, каждая трансформация возвращает мне новый RDD, и в конечном итоге с конечным RDD я делаю экшен и получаю какую-то пользу. Не знаю, сохранил, то, что у меня получилось, или там распечатал, или там куда-то переслал. И все это, естественно, вот этот вот кусок, он будет выполняться на кластере. То есть все методы, которые RDD, они все запускаются на кластере. А вот этот вот маленький кусочек вот отсюда, это уже будет запускаться на драйвере в случае, если какой-то ответ будет приходить. И все, что слева даты, то есть все, что до того, как я начал пользоваться кодом Spark, это тоже будет запускаться на драйвере, а не на кластере. И все это лейзи, точно так же, как в стримах. Каждый метод RDD, который является трансформацией, ничего не делает, а ждет экшена. Когда будет экшен, сразу вся цепочка запустится. И тут возникает классический вопрос. А что мы делаем вот в таком случае? Представьте себе, что у меня моя дата, это все денежные транзакции за последние 5 лет какого-то Deutsche Bank. И мне надо сделать с ними какой-то длинный достаточно обработку, а потом дальше она разделяется. Для всех мужчин я хочу сделать один экшен, а для всех женщин другой экшен. Допустим, у меня вот этот процесс возьмет 10 минут, вот эта минута и здесь минута. Казалось бы, у нас должно получиться 12 минут в сумме, правильно? То есть 10, еще одна, еще одна, а нет. У нас получается 22 минуты. Почему? Потому что лейзи. Потому что каждый раз, когда запускается экшен, вся цепочка от начала до конца прогоняется. Естественно, это очень сильно бьет по перформансу. В мире Спарка очень легко писать код. На Спарке реально очень легко писать код, особенно людьми, которые немножко знакомы с функциональным программированием. Но не ерунда получается. Если вы хотите писать эффективный код, вот тогда надо многие определенные вещи знать. Так вот вопрос, как это можно решить? Вот чтобы мы, например, то есть, да, ну всем понятно, что у нас вот эта десятка, она два раза прогоняется из-за этого, из-за этого экшена. Что бы мы сделали в стримах? Что нам говорит Куксенко? Он говорит, ну, ему часто спрашивают, подожди, ну вот я сделал очень много операций на стрим, а теперь дальше у меня есть там, ну там, разведвление. Причем это тут у меня их два, а если их было бы там 15, то это 15 раз бы этот общий кусок прогонялся. Что можно сделать в стримах? Сделать какой-то коллект, да, и собрать это все в какой-то коллекшен, а потом из него вытаскивать стримы. Значит, в GetTaxi тоже примерно так попробовали. Знаете компанию GetTaxi? Вот они тоже пробовали делать коллект, и вот у них получилось как-то вот так. Потому что надо понимать, когда мы говорим про BigData, в тот момент, когда вы делаете коллект, в этот момент вся информация, которая во всех RDD находится, возвращается к вам на драйвер. И если у вас там джигабайты, причем они кричали, ладно, ладно, мы докупим еще машин на кластер. И у нас там по 20 джигабайт оперативной памяти у каждой машины, этих машин 40. Но им это никак не помогает, потому что, когда они делают коллект, вся эта информация сливается в одно место, откуда запустилось приложение. И у них, естественно, от off-memory. Как решаем эту проблему? Потому что, с одной стороны, цепочку прогонять два раза не хочется, а если 15, то тем более. С другой стороны, коллект нельзя делать. Для этого в Spark есть метод Persist. Когда вы говорите Persist, вы можете сказать, вот сейчас RDD, ты сохранишь свой стейт, причем вы можете выбрать куда. Видите, здесь написано RDD, что я не вижу, RDD.persist, и вы выбираете, есть Inom Storage Level, есть дофигища вариантов, куда надо сохранить. Ну, самый оптимальный вариант это сказать, сохранив память. Видите, там есть даже несколько вариантов. У вас есть Memory Only, а есть Memory Only 2. Memory Only 2, это не то, что новая версия, ты можешь написать свой. Memory Only 2 говорит, надо два бека сделать еще этому. Потому что, если вдруг там машина где там накрылась, то есть еще в одном месте, где взять. Чтобы… Нет, там есть только два. Ты можешь написать свой кастомный сторидж и сказать, как это сохранять. Можно сказать Memory And Disk, это говорит, попытайся в память сохранить, но если у данного воркера, у данной машины, которая этот RDD запускает, нету оперативной памяти достаточно, чтобы сохранить этот кусок информации, то часть запишется в память, а остальная часть сбросится на диск. Вы можете рассказывать, как это надо сериализовывать, оставлять это как объект или делать сериализацию. У этого есть свои плюсы и минусы, но такая возможность есть, и это прекрасно. И, соответственно, мы, да, победили эту проблему, и когда мы делаем Persist, причем Persist – это не экшен. Если не будет никаких экшенов, то Persist не сделает ничего. Когда запустится вот этот вот первый экшен, то вся эта цепочка прогоняется, и вот в этот момент этот RDD персистится на все машины, там, где эта дата находится. Когда мы запускаем экшен RDD 6, то мы уже начинаем вот отсюда. Если бы у меня было бы еще много ответвлений, то то, что я запомнил, то, соответственно, оттуда мы будем продолжать. Как пометил, типа, маркер. Вот отсюда продолжаем. Теперь возникает вопрос. Spark классно, действительно здорово, можно это даже для каких-то локальных нужд применять, не обязательно для Big Data, можно просто как бы использовать его API для того, чтобы обрабатывать информацию. Ну, реально очень удобный API, но вопрос, на чем его писать. Python R я отмыл сразу. Будем решать, Scala или Java. Вот. Возникает вопрос по поводу Scala. Что думает обычный Java-девелопер о Scala? Да? Мне кажется, что вот примерно вот следующее. Причем даже это не обычный, это продвинутый. Обычный даже этого не знает. То есть он знает, что там есть какая-то ACA, какой-то Play, какие-то классные фреймворки и очень много китайского. Какие-то лямбды. Вот. Вы этого человека знаете, да? Мартин Одесский. Прекрасный мужик, изобретатель Scala. Значит, вот смотрите. Помните жопу? Вот она. Так выглядит код на Scala. Опять же, я не буду сейчас сильно вдаваться в API Scala, потому что моя, конечно, цель убедить вас в том, что на Java писать ничем не хуже. Но этот код, он считает строчки, длину каждой строки и суммирует все это дело. Значит, код на Java, это является очень сильным аргументом против Java. Тот же самый код на Java выглядит вот так. И здесь, опять же, когда я начинал проект первый, и мне начальство говорило, ты уверен, что ты хочешь на Java? Это же вот так вот выглядит. И ты подумай, тут как бы маленький кусочек, а когда мы будем писать много, это все будет больше и больше и больше. Но это все ложь. Вас обманывали. И это то, что было написано в документации с парка еще полгода назад. Сегодня вы увидите, это то, что на это было сказать. Мы не будем говорить, кто этот человек. Но это все неправда. Сегодняшний код выглядит вот так. Вы видите, сильно ураньствовал между Scala и Java? Причем вот это, мне кажется, для Java программистов более читабельно. То есть тут как бы понятно, сделали RDD строчек, потом мы говорим, надо смэпировать. Ну, знаете, операция map, которая принимает, соответственно, в данном случае строчку и возвращает что-то против нее, возвращает длину этой строки. И после этого мы делаем reduce и говорим, что между двумя элементами надо делать операцию плюс. То есть как бы все достаточно понятно. Обычный stream API. И, соответственно, мы все-таки, тем не менее, приходим к вот этому мифу, что Spark надо писать на Scala. И даже несмотря на Java 8 все равно. И давайте посмотрим, вот что говорят люди, которые знают, что на Java 8 все не так плохо. Чем они аргументируют, что надо писать на Scala? Значит, во-первых, они говорят, что Scala это круто, это хипстерно, это модно, это правильно, это надо двигаться вперед. Нафиг этот Groovy. Вот Scala там настолько все запутанно и прикольнее, что как бы Scala однозначно рулит. Значит, но какой есть плюс у Java? Вот сейчас, внимание. И вот эти люди Scala не знают, да, но с Java проще. То есть когда я говорю, я большая компания, у меня есть куча Java-программистов, которые более-менее с Java разобрались. Сейчас им давать Scala, чтобы писать Spark? Не. Второй плюс за Scala, говорят, да, но Scala же намного более лаконичный, удобный синтакс, там есть жопа, там классно. Что мы скажем в пользу Java? Но зато это знакомый нам мир. У нас тут есть Spring, у нас наши шаблоны проектирования, с которыми мы уже знакомы. Там у нас есть, не дай бог, Maven, или даже лучше Gradle, мы привыкли там работать. Все Singleton и так далее. В мире Scala все по-другому. То есть Scala это не только синтакс, Scala это много других концепций. В Scala не нужна инверсия контроля, потому что там все по-другому. Продолжаем спор. Но Spark API, поскольку он написан на Scala, он в первую очередь заточен под Scala. И это как бы серьезный плюс. Что мы можем ответить? Мы можем ответить только вот так. Мы продолжаем. Scala продолжает побеждать. У нас есть еще один, что Java API выходит чуть позже, потому что они там должны его подпиливать, подделывать, там не всегда все есть. И на это мы ничего не можем ответить. И тогда возникает вопрос, а чем же мы будем крыть это все? И есть отличный ответ. Узнаете слайд? Послушайте подкаст, выпуск 104, в котором обсуждают, что произошло. Я сейчас в двух словах вам расскажу, но вы обязательно послушайте. Значит, это месяца полтора назад произошло. Вот этот Мартина Дески, который в 2010 году открыл компанию TypeSafe, он в 2000, буквально месяц назад, эта компания закрылась. Нету больше компании TypeSafe, которая поддерживает Scala. Это не говорит на самом деле о том, что Scala умерла, потому что вместо нее открылась другая компания, которая называется Lightband. Но у нее совершенно другая бизнес-модель. Они пришли к выводу, что невозможно даже благодаря таким классным вещам, которые на Scala написаны, как Play, Aka и Spark, заставить в массе, и даже благодаря жопе, невозможно заставить массу перейти работать на Java. Как назывался этот секер, который проводили? Опрос, в котором Scala заняла какое место? То есть Scala сейчас находится на пике популярности, и несмотря на это, она не входит даже в первые 40 мест. Для сравнения Groovey на 20-м, Java на первом. И когда они поняли, что даже на пике популярности это все равно не заставило людей использовать Scala в массах, то, наверное, их бизнес-модель неправильная, и у компании, которая сегодня будет пилить Scala, другая бизнес-модель. Они говорят, что все продукты, которые мы будем делать для масс, типа Spark, мы будем в первую очередь заботиться о том, чтобы у них был отличный Java API. И мы когда с вами дойдем до датафреймов, вы увидите, что там уже нет вообще никакой разницы писать на Scala или писать на Java. Следующий миф это то, что Spark и Spring совместимы, и там вообще все по-другому, но, во-первых, я вам уже показал, что у меня есть Spark-контекст, который прописан как BIN, и плюс мы увидим дальше, как я еще BIN-постпроцессора буду пилить под Spark и так далее, и так далее. Значит, давайте уже посмотрим какой-то код. Значит, вы помните, что мы хотим сделать? Да, мы хотим написать сервис, это такой вспомогательный, который принимает RDD строчек и количество топовых слов. Количество топовых слов. И его задача вернуть эти топовые слова. То есть, ну, как бы надо будет, соответственно, давайте мы посмотрим в коде, что мы делаем. Значит, во-первых, поскольку у нас все неизвестно, там lowercase или uppercase, или uppercase, нам надо все это за lowercase для того, чтобы слово I с большой буквы, там, не знаю, там, ну, или с маленькой буквы мы не считали два раза. Поэтому мы пользуемся функцией map и говорим string, передаем функцию to lowercase. Да, вот все, первую часть мы сделали. После этого мне нужно будет превратить эти строчки в слова. То есть, мне надо будет это разбить все на слова. Какой функции я здесь воспользуюсь? Сплит по пробелам это несерьезно. У меня есть готовая функция, которая принимает строчку, а возвращает массив слов. Но мне же нужно не массивы слов, мне же нужно все это разбить. Какая функция? Flat map. Flat map, отлично. Значит, мы пользуемся функцией flat map. Это та же, как в Java 8. И говорим, что у меня вот есть вот такой words-util замечательный. У него есть функция get words. Все. Теперь у нас сейчас есть rdd, в котором будут слова. Теперь мне надо, что надо теперь сделать? Надо эти слова смопировать против их количества. Но сначала надо просто каждому слову единичку приписать. Знаете, это классический паттерн. У нас будет там слово, один слово, один слово, один слово, один слово, один. Потом надо будет все это суммировать, отсортировать. Значит, как мы классические, да. То есть, опять же, идея-то та же, она просто работает в памяти, а не сохраняет на диске приближающие результаты. Значит, у нас есть функция, которая называется map2pair, потому что сейчас мы уже будем создавать пары. У нас есть слова, мы хотим пары. Тут, опять же, есть у Java небольшая проблема. Кто знает класс pair в Java? В классе Java нету такого класса у Java. Нету класса pair. Это Java Fx. Это Java Fx. Его седьмой Java стали подтягивать. И на самом деле это такое небольшое упущение, потому что очень часто у нас есть какая-то информация, которая в определенном контексте, как бы хочется ее соединить, но при этом как бы писать под это класс глупо. Я вам приведу пример, когда… Мы сейчас… Я вам покажу это решение. У нас есть решение. Есть решение. Значит, иногда нужно больше, чем два. Вот вам пример. Я пишу кастомный скоуп для спринга. Мне нужно хранить в памяти ID-шник бина, сам бин, и сколько времени назад он был создан. Я что, под этот класс должен сейчас создавать? Здесь есть уже готовые классы. Их очень много. Называется TAPL. Причем, смотрите, есть TAPL 2. Да? Есть TAPL 2. Есть TAPL… Сейчас я вам покажу. Есть TAPL 3. Есть TAPL 4. Есть TAPL 5. TAPL 6. До 22. Почему до 22? Не знает никто. Простой числой степень двойки. Точно. Нам нужен TAPL 2, потому что мы импируем 2. Да, ну что мы здесь делаем? Мы говорим вот так. Это наше слово. Word стрелочка. Правильно? Word стрелочка. New TAPL 2. В левую часть мы запихаем Word, а в правую часть мы запихаем единичку. Вот мы получили, если посмотреть, что это вернет, это уже вернет, видите, pair RDD. Это парный RDD. String против integer. Окей? Ну я продолжаю все в одну строчку писать. Мы продолжаем разговор. Значит, теперь мне надо все это редюсить. Значит, у нас есть метод reduceByKey, который все одинаковые слова оставит, значит, ключом, а со всеми value сделает то, что я попрошу, мне надо сложить. Ну это мы уже знаем. То есть мы делаем A, B, стрелочка, и здесь мы пишем A плюс B. Все. Вот у нас, как бы, теперь у нас тоже, опять же, пары, только слово против их количества. Теперь надо сортировать. Тут у нас опять небольшая проблема с Java, потому что единственное, что у нас есть сорт, у нас есть сортByKey. Например, в API из Scala есть просто сортBy. И там вы берете этот TAPL, вытаскиваете ее, что вы хотите, а здесь только сортByKey. Ну вот, как я говорил, то есть пока еще немножко в некоторых местах мы чувствуем, что Java API недостаточно богат. Но это не такая большая проблема, потому что выкрутиться можно, можно перевернуть нашу пару. То есть для этого мы делаем еще раз mapToPair. И есть у TAPL встроенная функция, которая говорит swap, переверни. И теперь то, что было key, стало value, а то, что было value, стало key. Сейчас у нас уже пара не слова против количества, а количество против слова. Значит, вот мы это все… Он достаточно умный, чтобы все эти процессы объединить в один. Поэтому это все lazy. Значит, мы это сделали, и теперь мы можем делать сортByKey. После того, как мы сделали сортByKey, нам надо сейчас вытащить вторую часть. Правильно? Уже не первую, а вторую, потому что мы же перевернули. Значит, поэтому мы делаем map. Мы делаем уже не mapToPair, сейчас будет обычный map. И надо вытащить вторую часть. Для этого у TAPL есть готовая функция. Я ей могу воспользоваться. TAPL2, двоеточие. Смотрите, какая прекрасная функция. Вот она. Вот так вытаскивается второй элемент. Там было бы 22, если было бы 22. Окей. И теперь мы делаем take x. Нам же нужно только x слов. Вот нам попросили top x. Видите, метод называется top x. И этому всему уже можно будет сделать return. И можно будет запустить тест. Сейчас я вам покажу, как делается тест. Значит, до теста я вам покажу, что у меня написано в Java конфиге. У меня есть Java конфиг на Spring, потому что мы работаем… Видите, это сервис. Это не просто какой-то там класс, это сервис. Java конфиг выглядит у меня вот так. Ну, я читаю какой-то user properties. Мы потом поговорим, зачем. Сейчас я его все равно не использую, поэтому забейте. Я сканирую все классы. И я прописываю два бина. Один бин, ну, вы знаете, это property placeholder для того, чтобы можно было инжектить что-то с property файлов. Это пока не актуально. Единственный бин, который сейчас нас интересует, это вот этот вот обычный Spark Context. Вот я создал Spark Cont. Я его настроил. Наша программа называется Music Analyst. Я ему сказал, что у нас мастер, мы работаем локально. Мы создали Spark Context. Все замечательно. Теперь смотрите тест. Вот у нас тест. Поскольку все-таки мы работаем со спрингом, то у меня раннер, естественно, спринговый. Мы говорим, что наша конфигурация это upconfig. Ну, опять же, правильно по уму сделать, опять же, разные конфигурации для продакшена, не для продакшена. Мы инжектим сюда Spark Context. Мы инжектим сюда тот сервис, который мы хотим проверять. При помощи Spark Context, видите, я пользуюсь методом Parallelize и передаю сюда Java, 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 Scala, Groovy, Groovy. Давайте я пока запущу, и будем, потому что пока он там запускается, можно посмотреть. Я думаю, кстати, об этом. И дальше мы запускаем наш метод. И мы хотим проверить, что Java – это самое популярное слово, потому что оно три раза, а Scala только один. Вот. Что происходит с тестом? Он упал. Почему он упал? Потому что самая популярная Scala. Что я забыл сделать? Я, когда делал Sort, надо было сказать, что типа Sort в другую сторону, да? Поэтому мы идем в наш сервис, и мы говорим, что SortBy, он просто принимает Boolean. Оп. И все. И теперь все будет хорошо. Я совершил… Это очень хорошо, что ты меня троллишь, потому что я к этому еще вернусь. Запомните, что сказал Baruch. Это действительно не очень читательный. Что false? False чего? Окей. Но видите, тест прошел. Теперь давайте мы попробуем запустить уже какой-то main и посмотреть с реальной песней. Видите, у меня вот есть директория, там папочка data. В этой дате у меня есть песни. В песнях у меня есть Beatles. И в Beatles у меня есть единственная песня yesterday. Как вы думаете, у yesterday какое самое популярное слово? О! Это отлично, Максим. Что я делаю здесь понятно, да? То есть у меня есть вот этот вот judge-сервис, который, пока мы имплементировали метод топ-x. Как имплементирован метод топ-x, он принимает имя артиста, он добавляет директорию, в которой этот артист находится, и говорит, дальше мы берем из этой директории все, а дальше мы пользуемся методом топ-x нашего сервиса, который уже написан, и говорим вот-вот-вот. И, соответственно, в main у меня было вот так. То есть я сказал, мы для Beatles хотим три самых популярных слова найти, а как я сейчас могу посмотреть, что тест напечатал? Надо выйти с presentation mode, да? Потому что иначе кнопки run нету. Ой, это не тот проект, пардон. Нет, это для yesterday мы не видели, мы хотели проверить. Сейчас, но уже не alt 4, уже я вышел. Да, alt 4. А что-то я не то, это что-то, это main другой, другого проекта вообще, секунду. Где у нас, с вашей резолюцией, друзья, у меня два проекта открыты, почему он открывает один? Open research. Он закрылся просто. Вы сказали alt 4, он закрыл мне проект. Спасибо вам, друзья. Потому что alt 4, я alt 4, а alt 4. А. Моя ошибка. Да, да. Окей. Вот сейчас, ну сейчас придется теперь ждать. Значит, о, видите, самое популярное слово, это не yesterday, самое популярное слово, это I. И согласитесь, это не очень хорошо. То есть у нас есть мусорные слова, которые не несут смысловой нагрузки. Мы же в конечном итоге анализировать, насколько с песней Pink Floyd более глубокий или нет, чем Britney Spears. И нам вот такие слова будут очень сильно мешать. Есть слова I, the, вот поэтому у меня был файл user properties, сейчас я вам покажу, в котором у меня определены слова мусор. Видите слова мусор? Вот всякие the, you, and, a, это связывающие слова, которые не несут смысловой нагрузки. Я этот, инжекчу его, у меня есть user config, то есть можно в принципе было бы сразу заинжектить этот garbage в наш сервис, но я так делать не люблю. У нас есть юзер конфигурация, которая будет передаваться в разные сервисы, каждый будет из нее вытаскивать то, что ему нужно. Причем смотрите, какая прикольная конвенция. Я использую слово private для сеттера и public для самого property. Вот если вам интересно, я вам потом расскажу, почему я делаю так. Но сейчас не будем на этом зацикливаться, я боюсь просто, что я не успею более интересные вещи объяснить. Значит, что мы должны сделать? Мы идем в наш популяр сервис и мы говорим, сколько у меня времени еще осталось? Отлично, все молчат, значит много. Значит, я делаю сюда auto-wired этому user config, правильно? private user config, user config, и мне надо сейчас будет отфильтровать все слова, то есть вот после того, как я слова, вот здесь я построил слова, да, теперь я, оп, зачем он мне сколлапсил, здесь я делаю точка фильтр, да, ну опять же, как в java 8, и меня интересует слово, так, чтобы не user config точка garbage, точка contains и вот это слово, правильно? Вот это то, что мы хотим сделать. Запускаем тот же самый main, и сейчас по идее у нас ерсады должен вылезти на первое место. А вот теперь у меня вопрос, ну тут на самом деле понятно, что будет, если опять какую-нибудь глупость не сделать случайно. Ну сделай, естественно. А, нет, это не глупость, это специально было сделано. Смотрите, что у нас произошло, это очень важный момент. У нас все упало, потому что not serializable. Вот давайте сейчас об этом немножко поговорим, это тоже важный момент. Значит, во-первых, чтобы вы не сомневались, мой user config, он да, serializable. Кто у меня не serializable, у меня не serializable мой popular word service impel. Я его сейчас поставлю serializable, сделаю, и все сейчас заработает. Пока оно работает, дайте я вам объясню, что происходит. Смотрите сюда. Пока, когда вы в вашей map функции или какой-то другой функции, которая бежит на кластеры, начинайте пользоваться state какого-то объекта, то понятно, что этот объект должен на кластер уходить, сериализоваться и так далее, и так далее. Теперь, если я использую user config внутри своих моих функций, то понятно, что он должен быть serializable, но фишка в том, что этот user config является частью моего сервиса. Значит, сериализоваться должен сервис тоже. Это можно там как-то хитро обойти, но проще сделать serializable и не заморачиваться. Окей? По-хорошему не надо. И по-хорошему, опять же, нет, смотри, на самом деле, у него единственный state, это мой user config, с этим нет никакой проблемы. Да, да, но это то, что произойдет, просто Spark страхуется. Значит, видите, сейчас у нас на первом месте yesterday, на втором месте о и believe. Я специально слово о не вносил в слово мусор, потому что для Britney Spears это очень важное слово. Оно донесет смысловую нагрузку, не the. Вот, так вот, теперь, ребят, возникает вопрос, а что, собственно, происходит, вот когда я говорю, что этот user config должен пойти на все на все воркеры. Он что, будет туда каждый раз идти, на каждую строчку он будет идти, а не будет ли это бить по перформансу, и мы снова возвращаемся к проблеме, что писать код на Spark легко, а вот писать эффективный код надо кое-что знать. Давайте мы с вами поговорим о следующем мифе, который связан с бродкастом. Значит, вам надо каким-то образом позаботиться о том, чтобы та дата, которая является общая для всех воркеров, на эти воркеры попала. Вот, например, как наш user config. Есть два варианта, как это сделать. Вариант первый, то есть, опять же, есть люди, я с ними не раз встречался, которые говорили, обязательно надо делать бродкаст, это вот способ, про который мы сейчас будем говорить, иначе это просто не будет работать. Это будет работать, вы видели, что это работает. То есть, бродкаст делать не обязательно. Два варианта, можно ничего не делать, Spark разберется сам, или можно ему заранее сказать, вот эти вот переменные, всю эту информацию, все эти конфиги распределить туда. Это делается через бродкаст. В плане, давайте посмотрим пример классической, типичной ситуации. Вот представьте себе, что это вот примерно проект, на котором мы сегодня работаем в компании Starhome, который обрабатывает там кучу всяких разных телефонных информаций. Сокращенный пример. Значит, вот у меня есть вот такие строчки файлей, их там миллиарды этих строчек, тут есть, значит, страна и номер телефона. Что мне надо сделать? Мне надо отфильтровать те страны, которые нас не интересуют. Как я знаю, какие не интересуют, это прописано в конфиге, в каком-то property файле. И его надо дистрибьютить на все воркеры. После этого мне надо, опять же, из конфига взять информацию префиксов телефона и смопировать это против операторов, чтобы получить вот это. Это название компании телефонных. И опять у меня есть достаточно большой какой-то Excel файл, который говорит, если 0.54, это Orange, а если там плюс 7, 8 что-то, это MTS. Но это все равно, это не такой уж и большой файл. Там 10 килобайт, даже пару мегабайт это все равно фигня по сравнению с Big Data. Его надо дистрибьютить. Вот. И в итоге мы хотим остаться с этими телефонными компаниями. Значит, как у меня выглядит код? У меня есть вот этот интерфейс CommonConfig, который умеет сказать, какой оператор против какого телефона и умеет сказать, какие страны нас интересуют. Соответственно, код выглядит примерно точно так же, как с нашим мусором. У нас есть какой-то сервис на Spring, он в себя получает этот конфиг и здесь, видите, он этим конфигом пользуется для того, чтобы эту дату как-то там сначала отфильтровать и потом, соответственно, смопировать. Вот. Это неэффективно. Сейчас я вам объясню, почему это неэффективно и почему надо делать broadcast. Значит, что на самом деле происходит? Не то, что на каждую строчку этот конфиг будет транспортироваться с драйвера на воркеры. Не на каждую, но все равно намного больше, чем один раз. Возьмем простой пример. Представьте, что у вас есть файл там на 10 терабайт или там пару петабайт и надо сейчас его обработать. У него есть логическое разделение на партишены и, допустим, это там тысяча партишенов. А когда я запускаю свой Spark процесс, у меня есть только 10 воркеров. Ну вот только 10 их есть. А партишенов у нас тысяча от этого файла. Значит, что эти воркеры скажут? Они скажут, окей, ребят, надо как-то поделить работу. Эта работа называется таски. Они берут тысяч аппартишенов, у нас 10, каждый берет на себя по 100 тасков. И каждый, значит, берет, закачивает в себя первый кусок информации, запускает этот код, информацию хранит в памяти, берет следующий кусок и так вот работает. И на каждый таск он будет этот конфиг туда-сюда тягать. То есть, причем не один раз, а два, потому что я им пользуюсь два раза. Это было бы 500 раз. Поэтому практически всегда имеет смысл сделать бродкаст, когда вы знаете, что эта информация нужна всем воркерам и когда вы знаете, что эта информация не измеряется в джигабайтах. Имеет смысл сделать бродкаст. В плане синтакса это выглядит вот так. Вот у вас есть у объекта контекст, метод, который называется бродкаст, и здесь вы передаете ту перемену, которую вы хотите забродкастить. В тот момент, когда этот код исполнится, эта переменная пойдет на все воркеры и будет там сидеть до конца этого процесса. Но в чем у нас здесь проблема? У нас проблема здесь в том, что мы нарушаем инверсию контроля. Не очень понятно, в чем здесь нарушение инверсии контроля. А инверсия, смотрите, нам нужен здесь контекст. Это так, как казалось бы, надо написать на спринге. То есть в какой момент я хочу забродкастить в самом начале. Поэтому у нас есть метод постконстракт, который называется wrap is broadcast, который при помощи Spark контекста бродкастит то, что ему нужно. И это происходит один раз в постконстракте. И потом здесь, видите, как мы вытаскиваем значение. В плане синтакса из бродкаста можно вытащить то, что он держит этот бродкаст. Возникает чувак, который говорит, ну и что? А что тут не так? Я ему говорю, ну как? Вот же что не так. Вот же, смотри, ты сюда заинжектил контекст. У тебя весь контекст здесь сидит спарковый. Зачем? Для чего? Некрасиво. И это нарушение инверсии контроля. Он говорит, а, нарушение инверсии контроля. Что там? Это же не контекст спрингам из инжектиля. Это какой-то спарковый контекст. Он говорит, да, но ведь у тебя же получается много копипейста, вот это придется копипейстить везде. Он говорит, да, ну подожди, но ведь у тебя технический спарковый код просачивается в твой бизнес-код, потому что вот эта логика бродкаста это технический код. Он говорит, да, ну что там подумаешь, у тебя все равно где-то это все равно надо сделать. Это все равно будет в каком-то, ну, одном сервисе. Но будет. Он говорит, да, но ведь не каждому же сервису нужен бродкаст. Зачем в каждом это писать? Он говорит, ну, это усложняет тесты. Придется делать моки. Для каждого сервиса придется делать моки на этот спарк-контекст, который у него сидит внутри. Он говорит, ну, так и так это не совсем юнит-тесты. Че? Ну, так еще одним моком, одним большим. Но есть еще один аргумент. Вот. И тут уже как бы все. Вот. Вот. На самом деле этот аргумент выглядит вот так. Понимаете почему? Потому что в тот момент, когда вы заинжектили ваш спарк-контекст, ваш сервис, то все, у вас уже не сериалайзабл. И там можно начинать городить транзиент. И этот спар, в принципе, можно продолжать вечно, но не имеет смысла. Поэтому тогда этот чувак предлагает сделать что-то вот такое. Он говорит, хорошо. Значит, ты хочешь вот этому делать бродкаст? Откажись от того, чтобы декларировать его как бин. Добавь сюда вот переменную в виде бродкаста. Поставь сеттер. И потом в своей конфигурации ты его будешь прописывать как бин и будешь ему засовывать через этот сеттер уже переменную завернутую в бродкаст. Но вы понимаете, насколько это некрасиво? И причем вы себе не представляете, насколько этот бродкаст нужен для какого количества сервисов. И получается, вместо того, чтобы все эти сервисы прописывать собака сервис, мне придется их все вписать в конфигурации для того, чтобы давать этот бродкаст. Женя, я знаю, почему это идет. А-а-а. Это идет к тому, что надо пойти и сделать правильно. Значит, давайте сделаем правильно. Смотрите, как мы делаем правильно. Я здесь буду держать, соответственно, бродкаст своего юзер конфига. Бродкаст на юзер конфиг мы тут ставим. И какой я воспользуюсь аннотацией? А вот такой. И все. Ну ведь так же красивее, правда? Нет, только теперь здесь надо будет делать юзер конфиг точка value, правильно? Точка value. Value, я сказал. Точка гербич. И все отлично будет работать. Опять же, если бы у меня… Сколько у меня есть время? Мне никто не ответил. Ой, какие две минуты? Вы что? Тогда я вам не буду показывать. То есть я написал bin-post-процессор, который поддерживает… Понятно, что есть bin-post-процессор, который поддерживает эту аннотацию и как бы… Ну, будет потом… Можно будет показать, как это я имплементировал. Это поддерживается для листов, это для generic type, а там все достаточно правильно. Так, возвращаемся в презентацию. Значит, смотрите, давайте подведем итоги по сравнению с синтаксом. У нас вот это то, что мы написали на Java, правильно? Вот уже с нашим мусором и так далее. А на Scala это выглядело бы все-таки вот так. И несмотря на то, что это Java 8, тут все равно в два раза короче. Кроме того, у нас есть вот такие всякие разные фишки. У меня же тут целая функция get words, которая на самом деле на полэкрана написана на Java, которая там через regular expression проверяет то, что нужно. А здесь в Scala вы просто можете взять вот этот кусок, преврати в regular expression и ищи это в нем. Потом у вас есть вот это sort by, которым мне здесь пришлось вот этим таппл туда-сюда, swap, swap. И кроме того, здесь это же читабельно, это scanning false, а не непонятный false. И тогда получается вот это. И что же мы будем делать? Чем мы будем крыть? Да, ну это уже было. На этот раз мы будем крыть другим аргументом. У нас есть data frame. Data frame это вот такой вот API очень классный, который вышел чуть больше чем полгода назад со Spark 1.3. Он, давайте прочитаем, что здесь написано. Data frame is distributed collection of data organizing to name columns. Он превращает все в такую таблицу и можно обращаться по названиям колонок информации, а не писать tappal underscore 7. Окей? Кроме, под капотом это RDD, но поскольку он эти RDD генерирует сам, там куча оптимизаций внутри, это работает намного быстрее. Data frame жрут намного меньше памяти, потому что, можете сказать, меня только эта колонка интересует и для определенного тасколько только она будет тягаться. Вы можете создавать data frame из hive таблиц, из JSON подобных файлов, вы можете создавать из каких-то внешних баз данных, из всего другого, что имеет структуру. И у него очень-очень крутой DSL. И он связан с SQL контекстом. Насчет SQL контекста чуть-чуть позже мы поговорим. Это функции, которые есть у data frame. Не имеет смысла сейчас опять же мало времени, про все функции не фиг расскажешь, там их дофигища. Но это как RDD, только намного более широкий API. И можно делать, например, вот такое для любителей SQL. Видите? То есть вы можете взять data frame, сказать, ну-ка, зарегистрируй в таблицу, и потом я могу при помощи SQL контекста запускать просто SQL на свои данные. Ну, вот тут очень важно подчеркнуть, что некоторым людям не стоит говорить про это, потому что вот так может получиться. Ребята, один день я не был на работе, оставил чуваку задание. Я пришел там вот так. Поэтому правильнее пользоваться data frame'ами и их функциями. У них есть дофигища всяких разных полезных функций. Давайте я вам сразу на примере лучше кода покажу. Вот у вас есть, сейчас я возьму другой проект уже с data frame'ами. То же самое, то же самое, что было, но на data frame'ах. Нет, сначала у меня здесь был main. Вот. Смотрите, у меня есть вот такой вот JSON-файл, который называют в директории LinkedIn. Там у меня LinkedIn всяких разных людей. Вот data, LinkedIn, profiles. Вот смотрите, у нас тут Евгений Борисов, Мартина Дески, Барух, там и так далее, Виктор Гамов, все знакомые люди. В этом, здесь у нас есть возраста и есть keywords. Ну что в LinkedIn линии, там технологии, с которыми люди работают. Давайте я сейчас этот main запущу и пока он будет запускаться, я вам походу заодно покажу, что по сути здесь происходит. Вот смотрите. Значит, во-первых, насколько удобно с JSON-файла получить всю эту информацию в организованную структуру, которая называется data frame. Вы просто пишите SQL-read.json и говорите, какая директория. Вы видели, там был не один JSON, а очень много. Я их просто для удобства в один файл покидал, но это много JSON. Каждый JSON описывает информацию одного человека. Их там может быть миллиарды, этих JSON. После этого я сделаю шоу, чтобы вы просто увидели. Alt 4, да? Alt 4. Вот. Я сделаю просто шоу для того, чтобы вы посмотрели. Это конечный результат. Первая таблица выглядит вот так. Видите, что он мне сделал? Возраст, keywords, name. Но эти keywords, они здесь вот так через запятую записаны нехорошо. Потому что какая моя задача? Моя задача найти самую популярную технологию, а потом найти людей младше 30 лет, потому что им можно меньше платить, которые в этой технологии разбираются. Вот. Значит, смотрите дальше. Тихо, 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 тихо. Значит, что мы делаем? Видите, я здесь пользуюсь вот этими функциями DataFrame. Вот мой начальный DataFrame, который называется LinkedIn. Я делаю Select, и дальше меня интересует колонка keywords, но я знаю, что в этой колонке keywords там массив через запятую, и поэтому я ему делаю Explode. То есть я говорю, колонки keywords, сделай Explode и назови новую колонку keyword в единственном числе. И это возвращает другой DataFrame. Смотрите, как выглядит следующий DataFrame, в котором только одна колонка keywords, по которой я потом буду делать сорт, груба и так далее. Видите, вот это все. Но здесь оно пока с повторениями и так далее. Теперь мне это надо сгруппировать. Смотрим, как мы это группируем. Группируем в плане синтекса. Я говорю, надо сгруппировать по кейворду, и дальше я объясняю, что надо сделать в процессе группировки. Я хочу посчитать эти кейворды и назвать эту колонку amount. Потом я хочу это отсортировать по колонке amount в discanded порядке, а никаких фолсов. И потом я хочу опять показать и смотрите, что у меня дальше происходит. После того, как я это отсортировал, во-первых, тут уже нету никаких повторений, и против каждого есть количество. Видите, Spring самый популярный, однако, грубий на втором месте, мейвен там потом где-то. После этого я говорю, значит, давай-ка мы вытащим самое популярное слово. Как мы это делаем? Мы берем просто first. First возвращает строчку. Из этой строчки я вытаскиваю string. Знаете, как с result set работают? Когда у вас есть result set, вы говорите, get string на каком месте? Можно дать название колонки вместо нуля. То есть спросить, как у него индекс и передать это. И после этого я говорю, возвращаюсь к начальному дата фрейму, где все люди. Говорю, linkedin, where, в колонке column меньше, чем меньше или равно, чем 30 лет. И, значит, попадает в keywords самое популярное слово. Видите, есть функция, которая называется functions array contains. Я говорю, что вот это most popular words должно у него сидеть в колонке keywords. И после этого я делаю этому шоу, и вы видели, да, результат? Что там у нас получилось? Да, у нас есть Виктор Гамов и Кирилл Толкачев. Вот. Люди, которые знают Spring, но и меньше 30. Видите, меньше 30? Ай-яй-яй. А мне сказали, сказали, что точно меньше. Ну, ладно. Значит, я тебя стираю. Так, ребята, последняя тема. Последняя тема. Значит, есть еще один очень важный миф. Люди говорят, да, с XML файлами, с JSON файлами, с таблицами, все прекрасно. А когда тебе надо тупо слова посчитать, как у нас? Когда у нас файл, не имеющий структуры, нельзя же датафрейма использовать. И тогда опять у нас получается, что Java проигрывает с Kali. Так вот, ребята, это совсем не так, потому что вы можете написать, создать структуру из чего угодно. У меня для этого есть класс, который называется что-то там Creator. Я его как-то назвал. Ищите здесь Creator, который создает Word, Word DataFrame Creator. Значит, смотрите, что я делаю. Я, этот, он принимает директорию. Вначале он с обычным RDD просто тупо считывает, значит, все файлы и мэпирует, как всегда, по словам. А дальше, видите, у нас есть класс, который называется RowFactory. Я хочу построить строчки. Я хочу построить строчки из этого RDD. И что мне теперь вернется после функции вызова функции map? У меня возвращается еще пока RDD, но это уже RDD строчек. А из RDD строчек можно построить DataFrame, если вы расскажете, какая структура. То есть вы говорите, какие колонки, как их назвать, какой у них тип. И это то, что я делаю вот здесь. Видите, у меня здесь, опять же, это SQL Context. Кстати, строится SQL Context из Java Spark Context обычным видом. Если мы посмотрим здесь AppConfig, то у меня SQL Context занимает буквально одну строчку. Видите, как он строится? И все, я могу его инжектить, Spring, все бины, все как обычно. И при помощи SQL Context я говорю, давай, создай-ка мне DataFrame. Это данные, это RDD, в котором есть все данные. А здесь я тебе рассказываю, как у нас выглядит наша структура. И я здесь должен передать массив колонок, то есть массив информации, как колонки выглядят. И у меня есть пока только одна единственная колонка, которая называется Words. Она стринговая и она обязательная. Окей, после того, как эта штука была создана, дальше я могу уже дальше пользоваться API DataFrame. Я могу легко добавлять колонки, убирать колонки, делать какие-то манипуляции с колонками. Вот вам пример. Кто-то скажет, да, секундочку, но вот есть очень много функций. Вот я вам покажу, как у нас это выглядит сейчас. Это какой проект? Это не тот проект. Вот. Здесь это будет выглядеть вот так. То есть после того, как этот сервис уже, который считает популярные слова, не с RDD работает с DataFrame, тут API совершенно другой. То есть я говорю, вот, значит, давай сначала with column warns сделай другую column warns, только которая будет lowercase. With column это метод, который добавляет колонку, но если вы даете то же самое название, как было, то это будет как бы просто заменится. Одна колонка другой, только здесь все будет с lowercase. Здесь видите, я просто в этом functions, который я все время использую, сделал static import. Дальше я говорю, отфильтруй, чтобы не слова находились в мусоре. Потом я говорю, сгруппируй слова и добавь колонку count, то есть сделай count по словам и добавь колонку, назови ее count. Потом отсортируй это в дискенден порядке, ну и так далее, и так далее. И дальше мне нужно взять сколько-то элементов, и кто-то здесь скажет, секундочку, вот функций очень много. У тебя есть isIn, у тебя есть egg, у тебя есть desk, у тебя есть log, у тебя есть все математические функции. Ну а если надо что-то свое, кастомное, не вопрос. Кастомное пишется вот так, надо просто знать, как это делать. Вот, например, я пишу свою кастомную функцию, которая называется node-garbage, которая будет говорить, это мусор или не мусор. Да? Значит, есть две вещи, которые надо знать про кастомные функции. Они называются UDF. Нет, еще пять минут я должен. Значит, нам же надо узнать, кто там Кэти Перри победила или. Значит, функцию надо зарегистрировать, и когда вы ее регистрируете, вы говорите, как она называется, а потом ее в любой момент можно будет дергать, только надо давать название. Поэтому я своей функции даю название, чтобы мой вот этот класс, который имплементирует интерфейс UDF1, он принимает на входе string, то есть слово, а на выходе boolean, то есть мусор или не мусор, и эта функция называется not-garbage. И работает она вот так. Теперь смотрите, как я ее использую. Значит, у нас вот этот вот сервис, который принимает на входе data frame, он ее сначала в самом постконстракте просто регистрирует, он спрашивает у этого объекта, который я здесь заинжектил, вот я его заинжектил, как называется твоя функция, зарегистрировал ее, дал туда этот объект, сказал, что она boolean type, эта функция, и потом я ее вот здесь, ну, это тот же самый объект, вот здесь я делаю ей call UDF, и даю то же самое имя, тот же самый string, и вызывается моя функция, то есть вы можете писать свои, вот, и тогда у нас не будет вот этого ситуации, что там у нас контекст где-то сидит, сервизуется, не нужны вещи, будут сервизоваться только UDF функции, только они будут ходить туда, куда нужно. Вот, и перед итогами и выводами давайте мы все-таки запустим и посмотрим. У меня уже сейчас поднят tomcat, то есть я в этом проекте сделал там tomcat, который поднимается, который у нас там есть вот этот вот judge, у нас есть контроллер, который, значит, вот если писать slash music topx, потом надо писать имя актера и количество популярных слов, давайте пойдем вот сюда, пойдем, у меня уже где-то была эта страница открыта, ну, не важно, сделаем localhost 8080 slash music, вот, например, Кэти Перри. Если спросить по Кэти Перри, вот это ее 10 самых популярных слов, видите, да? Tonight Love, там что-то там. Да, о, там естественно. Вот, если сравнить Бритни Спирс с Кэти Перри, вот мы это будем делать вот так, вот здесь мы напишем Бритни, так она пишется? Ну, я просто передаю на входе Джейсон, видите, то есть, ну, такой ресервис, он говорит, каких двух актеров, артистов сравниваем и сколько самых популярных слов для сравнения надо использовать. А, да, это нехорошо. Значит, здесь должно быть Кэти. Ну, да, будет 6, будет 6 из 6. Вот из 6 слов, как вы думаете, насколько у них много общих? 4, видите, написано 4. Причем, поскольку я там везде делаю шоу, ну, просто для нашего удобства, чтобы вы могли посмотреть, какие это слова. Тут же интересно, нет, это не то, это Том Ката надо мейн смотреть, да? Вот смотрите, вот у нас, тут он показывает 20 самых популярных. Вот у Кэти самое популярное слово О, оно встречается в ее песнях 307 раз. Слово Е встречается 141, Лав 116, вот, Бритни Спирс, можно видеть, что там действительно, там, это опять Кэти Перри, секунду. Мы же ее 2 раза запустили, один раз просто ее спросили, а потом сравнили. Вот, это Бритни Спирс. Вот, даже написано, что это Бритни Спирс. Бэйби 577 раз используется в ее песнях. Слово О 546, даже больше, чем у Кэти Перри, хотя не на первом месте по популярности и так далее. Так вот, ребята, вопрос, если я здесь напишу Пинк Флойд, как вы думаете, будут у нас общие слова, с кем, с Бритни Спирс сравним? Пинк Флойд. Поднимите руку, кто считает, что Пинк Флойд не попса, и у нее нету ничего общего с Кэти Перри и с Бритни Спирс. Вот, мало нас. Давайте все-таки это запустим и узнаем, что получится. Интрига, интрига. Ноль общих слов. И если вы хотите посмотреть, что у нас здесь было, вот, вот слова Бритни Спирс, а где у нас Пинк Флойд? Вот у нас Пинк Флойд. У него самое популярное слово тайм, потом мейк, айс, дей, тейк, там вот где-то стена на девятом месте, ну и так далее. Но никаких бейби. Нету ох. Окей, ребята, выводы. Адуп нуждается в спарке, спарк в Адупе, не нуждается только в его Yard Manager и то можно без него обойтись. А локально вообще ничего не надо. Можно отлично обойтись без скалы, особенно если работают с DataFrame, вы даже не почувствуете разницы. Вы можете использовать привычный вам подход, как вы видели, сервисы, контроллеры, dependency inversion и так далее, и так далее. Можно прекрасно писать тесты, они будут чуть-чуть юнит, потому что мы инжектим бины, которые мы тестируем, но на этом все заканчивается. Вы почти везде можете пользоваться DataFrame с того момента, когда вы превратили все это в структурную дату и самый главный вывод сегодняшнего дня. Ребята, большая благодарность Баруху и Егору за предоставленные картинки. Спасибо моей дочке, которая не поленилась и все эти тексты мне вручную записывала в файлы, потому что по-другому это сегодня сделать нельзя. Ну, а все остальные персонажи вымышлены.